Музыка Бессмысленным было бы оправдываться, когда вся моя вина перед вами на лицо. И я все цело передаю себя полиотарскому суду. Как он найдет, нужен вступить со мной. Это один из первых советских звуковых документальных фильмов. Этот роскошный зал в центре Москвы принадлежал дворянскому собранию. А после революции был превращен большевиками в нечто иное. Теперь здесь проходили не балы и банкеты, как раньше, а демонстративные суды над их участниками. Каждый такой суд был не просто правовой процедурой, а в целом, как сейчас принято говорить, политическим шоу, где были свои знаменитости. Например, вот этот, народный обвинитель Крыленко. Посмотрите, это просто мастер. Как зрители поглощены действом. А как вам вот эта реприза? Только эти странные представления часто заканчивались вот так. Мы хотим рассказать вам об одном из таких процессов и о его участнике, который защищал себя сам. Наш фильм – это рассказ о суде, задуманном как шоу, но превратившемся в поединок. В 1917 году экзархом, фактически главой российских католиков восточного обряда, стал священник Леонид Федоров. Родился он в Петербурге. Рано потеряв отца, Леонид остался на попечении матери, Любови Дмитриевны. Мать Леонида Федорова была художницей, по свидетельству окружающих, очень недурной. И именно от нее он получил тонкий художественный вкус. Как вспоминает Леонид Федоров в одном из писем, ей была слишком видна рука Божия, ведшая ее сына. Кроме того, она верила, что он сам с помощью Божьей разберется во всем лучше ее. Как вспоминает сам Леонид Федоров, не было такой книги настолько атеистической и грязной, которую я не смог бы прочитать. Мне не запрещалось ничего. Впрочем, это не мешало твердости Любови Дмитриевны в управлении домом. К сыну она, в общем, относилась довольно строго. Вот он, этот воздух Казанской части Петербурга, который так поражал читателей Достоевского. Этим же воздухом дышал в детстве будущий экзарх российских католиков. Достоевский поселил своих героев вокруг дома и гимназии, в которых учился и жил Леонид Федоров. А это Санкт-Петербургская духовная академия. Сюда в 1901 году поступил Леонид Федоров. Свой дальнейший путь в то время Федоров представлял себе так. Попытаюсь найти подходящий монастырь, а если нет, то буду жить в миру, руководясь принципами стойков. Идеал Федорова – служение истине. Но как найти истину? Прочитать вот эти все книги? Прочитав, станешь образованней. Возможно, даже поумнеешь. Ну а тыщешь ли в них истину? Вообще студенты Федорова волновали сложные и противоречивые вопросы, которые ставили в тупик даже лучших преподавателей академии. Там же в академии он научился не только задавать трудные вопросы, но и отвечать на них. Считаете ли вы закон для себя обязательным? Я руководствуюсь советскими законами постольку, поскольку они не противоречат моей совести. Оставьте нас в покое с вашей совестью. Спрашиваю ясно. Будете ли вы подчиняться советской власти или нет? Если советское правительство будет от меня требовать того, чего не позволяет мне совесть, то я не могу этого исполнять. Совесть выше закона. Закон, противоречащий совести, не может обязывать. Достаточно мы уже слушали о вашей совести. Что нам до этого? Ваша совесть нас не касается. Но меня она очень касается. Федоров не останавливается, продолжая поиск своего призвания. Он покидает Духовную академию и Петербург. Я решил сделать бесповоротный шаг и уехать за границу с целью сделаться католиком. Это из письма Федорова. Все дороги ведут в Рим. Но для русского сердца, чувствовавшего призвание к служению святому делу единения церквей, дорога из России в Рим лежала тогда через Львов, где было место пребывания митрополита Андрея Шептицкого. Львов в то время, впрочем, как и сейчас, являлся центром украинской греко-католической церкви. Этот церковный союз с Римом воспринимался в России болезненно и враждебно. В свою очередь, местное духовенство резко отрицательно относилось к православию. Однако митрополит Андрей Шептицкий всеми своими силами стремился преодолеть пропасть, разделяющую две христианские церкви. Он убедил Федоров, что русский человек может стать католиком, не отрицая своей национальности и не становясь при этом поляком, как считало русское общество. В то же время Шептицкий говорил, греко-католическая церковь не должна вставать в агрессивную позицию по отношению к православной церкви. Дело в том, что вот эти вот общины, которые создавались в то время в России, небольшие, совсем маленькие общины католико-восточного вряда, должны были стать такими как бы примерами. «кауза экземплярис», как говорили на официальном языке, примерами для православной церкви. О чем должны были говорить эти примеры? Что можно, во-первых, сохранить свой уклад церковный, свою традицию, свою национальную специфику, но при этом быть католиком. Субтитры создавал DimaTorzok Рим. Рим для русского человека много значил. В вечном городе постигали секреты изобразительного искусства русские художники. Академия художеств посылала в Рим лучших студентов. Итальянские темы, итальянские мотивы. Грация. В Италии оттачивали мастерство русские певцы. Здесь Шаляпин восхищал знатоков оперного искусства. Гоголь в Риме в своей квартире на Виа Феличи написал бессмертную поэму «Мертвые души». Да-да-да-да. Все дороги ведут в Рим. И вот одна из этих дорог привела в Рим Леонида Федорова. Вечный город, общество, ну вообще вся Италия его поразили. Он пишет. Свобода итальянской культуры, ее естественность и простота в соединении с тончайшим эстетическим чутьем заставили меня позабыть страх перед обществом и жизнью. А 31 июля 1902 года в знаменитой римской церкви Дель-Джезу Федоров приносит исповедание католической веры. Русского искателя истины удостаивает аудиенции папа Лев XIII. Папа отнесся к русскому юноше с исключительным вниманием и благословил его намерение продолжить обучение в католическом учебном заведении. Сyaiki! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...